Итак, снова на своем канале я решила запустить марафон похудения. Худеем к лету, худеем к весне. Не знаю, сейчас февраль, 14 февраля, День влюбленных. С сегодняшнего дня я буду стараться снимать ежедневные видео о похудении, потому что так намного легче. При этом марафоне похудения я буду продолжать заниматься в MyFitness, тренировки ездить на групповые, возможно, что-то делать дома. Это будет зависеть от того, будет ли позволять мне работа по времени. Буду снимать количество еды, которое я скушала, и количество калорий, которые я потратила на тренировках, либо при занятии дома спортом. В общем, будем смотреть как, потому что в тот раз марафон похудения мне очень помог похудеть. Вот это именно ежедневные видео, вот эти ежедневные... Рутина немножко отходила, и вот эти ежедневные видео помогали сохранить стабильность похудения. Вот, сегодня я буду делать замеры и взвешиваться. С утра выпиваю на голодный желудок таблетку альтероксина. У меня целая 100 микрограмм, потому что у меня была операция на щитовидную железу, и у меня не справляется теперь она сама, и приходится уже 5 лет одну и ту же дозу пью. В общем, потом завтракаю, через полчаса можно после этой таблетки. И теперь начала пить вот эту гиалуроновую кислоту. Кстати, заказала, когда, видимо, что-то она вмялась. Выпила недавно такую же бутыль коллагена. Консистенция коллагена была такая более густая и вкусная. Вот эта киалуронка начала вчера. Конечно, жутковатый вот этот лимонный вкус. Я бы не советовала ее. Наверное, второй раз я себе такую не возьму, потому что похоже чем-то по вкусу на терафлю, когда пьешь от температуры. В общем, 15 мл. В составе уже витамин С есть. И вот гиалуронка. Не знаю, первый раз купила гиалуроновую кислоту вообще в жидком виде. Вот так вот пить. Посмотрим, отразится ли она как-то на коже. Я знаю, что я примерно 58 без автопарата, без одежды, без завтрака. Поэтому будем считать, минус 1, ну минус 500, да. 58 500 будет. Честно, да? Первый день, а потом последний день. Думаю, что буду каждую неделю проводить какой-то итог. Талия 73-72, но 73, если немножко подрасслабить, бедра ровно в 100. Думаю, что буду, наверное, каждую неделю проводить итоги. И будем сравнивать, удалось ли мне что-то где-то скинуть. Говорят, сантиметры уходят быстрее, чем вес. Ну, посмотрим, потому что, когда вес намного больше, его легко сбросить. Как 59-60, его уже сложнее сбросить, потому что это какие-то оставшиеся, там, 5 килограмм. И уже тяжелее. Кто собирается худеть, присоединяйтесь ко мне, пишите комментарии, как у вас успехи. Итак, первое, что сделала, я нажала свое любимое приложение, лайфсум. Я даже его не удаляла. И внесла уже, что я сегодня поела. Я, кстати, сегодня с утра поела блины, которые вчера готовила. В общем, вот у меня, получается, завтрак. Кофе с молоком. Я без сахара чаю и кофе пью. Для меня это не проблема, уже я привыкла. И два блинчика съела, отдельно добавила. Не знаю, правильно, неправильно. Там был блинчик с 68 калорий, но я для себя, думаю, добавлю лучше 99 на всякий случай. Получается, что у меня такой достаточно большой. Я не покупала, у меня бесплатное приложение, которое и тут получается, что считает ваши калории. Можно добавлять и по штрих-коду, и так, да, продукты, которые вы скушали. Воду добавлять, завтрак, обед, ужин, ну и так далее. И перекусы. Перекусы я уже банан съела, 100 калорий он мне показал. И теперь в этом приложении, для меня что удивилось, есть интервальное голодание. Можно прямо здесь, не надо отдельно ничего скачивать, как я раньше делала. И синхронизировала со своим Samsung приложением, которое считает мои шаги, считает мои тренировки, смотрит. И то есть вот на сегодня уже оно показало. И если отдельно, да, это приложение открыть, то тут то же самое. И вот калории. Кстати, на этой неделе тренировки у меня было достаточно много. Вот это у меня была в понедельник круговая тренировка. Вечером я ездила в MyFitness заниматься. И на той неделе у меня было подряд 3 дня. Воскресенье, потом танцы в субботу. Бассейн, это то, что мы ездили в спа. Круговая тренировка перед этим была. И круговая тренировка. В общем, у меня понедельник, среда, суббота и воскресенье были подряд. И пятница. А в пятницу что у меня не записано? А, подряд у меня получается вот что. Суббота, воскресенье и понедельник. Подряд 3 дня. И думаю, 3 дня должно быть. Вот. И мне нравится, что здесь я набираю тренировку, танцы. Это либо круговая. И мне уже подсчитывает калории, показывает, какой максимальный пульс. Да, что это кардионагрузка тоже. Я понимаю, будет вписываться программа, потому что я синхронизировала. И теперь у меня будут здесь тоже мои эти. И мне нравится, что здесь сразу окошечки появляются. Там сколько осталось калорий, сколько расход, сколько уже скушали. Вот сейчас на тренировку схожу. Думаю, что расход превысит потребление. Надеюсь на это. Сегодня я иду вот на эту тренировку. Мои фитбоди. Прошла на тренировку. Сегодня погода такая вот теперь стала получать 0,5 градусов минус. Как всегда, подальше. Все свободно. Не очень много народу. Сейчас 11 часов. В 11.30. Тренировка. Это полностью костюмы у меня получается с шеи, штаны. Заказывала. Вот у меня такая кофта. Я как-то обзор показывала. Видите, как с дырочками. На кофте тоже самое. Вот таки. Ну что, тренировку. Тут надо будет полотенчик для тренировок. Такое тоненькое. Стелить на коврик. Попить взяла. Попить взяла. Забыть ключик в шкафчике. Закрыть замочек. Потом придется срезать, наверное. Тенчик подготовила. Резинку не забыла. И все. В общем, сходила на тренировку. И в это приложение добавилась круговая тренировка. 60 минут длилась. 387 калорий. И сюда уже сразу оно зафиксировалось. Получается, сколько я сегодня наела уже с утра. И расход все-таки больше. Чем наеденная. Поэтому. Ну, сейчас после тренировки действительно хочется кушать. Попробую сделать сегодня интервальное голодание. С 5 часов вечера. Если будет тяжело, то с 6 не буду мучить себя. Потому что потом можно сорваться. Вчера еще покупала корень сельдерей. Думаю, на вечерок себе вот так нарезала. Или в течение дня, чтобы... Ну, только себе. Может быть, дети тоже будут. Это вряд ли они будут. Но морковку любят. В общем, в течение дня, чтобы не сорваться. И вот перепусывать чем-то более полезным. А не шоколадку, не с кофе. В аэрогрильнице в своей сделала овощи. У меня и дочка любит. Просто. Ну, они получаются как в духовке. Посолила только и все. Сегодняшний день подходит к концу. И физические нагрузки. У меня получается за сегодняшний день 6 тысяч шагов. На 139. И вот это круговая тренировка в моей фитнесе. В общем, я села на интервальное голодание в 16.45. Завтра в 8.45 заканчивается. Как раз я думаю, что проснусь. Отведу всех в садик, в школу. И получается, что приеду на работу. Там, наверное, и выпью кофе. Потому что у меня рабочий день начинается с 9.05 завтра. Вот. Перекусы. Все это я вводила. Но у меня почему-то получилось мало. То есть еще осталось доесть. Но как бы я наелась. Я налопалась этого сельдерея, морковки, салатика поела, овощей поела. И, видимо, эти овощи так забили мне желудок, что я уже есть и не хочу. Съела еще ножку куриную. Вот что. И я, в принципе, вообще есть не хочу. Я только вот чаек попила. Сейчас, наверное, водички. Может, кофеек себе налью. Потому что хочу сесть помонтировать это видео. Пока дети смотрят мультики перед сном. И, в общем, будем готовиться ко сну. Ну, я довольна сегодняшним днем. Прошел он хорошо. Если все дни так будут проходить, то в течение недели, думаю, что что-то подсброшу. И так как я хожу на фитнес, я тут задумалась. Я тут задумалась, почему я прибавила. То есть у меня 57 килограмм был последний раз, да, когда я взвешивалась. И сейчас у меня почти 59, да, если там с камеры, с одежды 59 вышло. Утром взвешивалась. И думаю, наверное, это все-таки мышечная масса тоже нарастает. Потому что я, наверное, с весны того года, да, 23-го года, я уже хожу в мой фитнес. По две, по три тренировки в неделю. Был такой период, когда 20 дней я не занималась, то есть почти месяц пропустила. Дети болели, то у меня поясницу прихватило, потому что на работе сижу, был неудобный стул. В общем, я поменяла стул и поясница прошла. Думаю, что это все-таки какая-то мышечная масса, потому что одежда мне маленькой не стала. У меня достаточно свободно все. И внешне тоже я не вижу, что я поправилась. Вот, поэтому я думаю, что какие-то мышцы наросли. Потому что у меня был тут две недели подряд. Я по три, по четыре тренировки в неделю ходила. Поэтому думаю, что это тоже. Буду эту неделю все-таки по объемам, наверное, больше смотреть. Ну, вес тоже буду взвешиваться, наверное, раз на неделю. Так что буду подводить итоги в среду на следующей неделе. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пишите комментарии, кто тоже худеет. И вместе будет легче.